Мы будем говорить о великом, могучем ландшафтном дизайне. Любая ландшафтная архитектура состоит из каких-то строительных форм, так называемого «хадскейп». Любой садовод, он немножечко всегда так начинает суетиться, когда вы задавали сад в каком стиле. Как он стоит дешево? Он стоит 2-3 раза дешевле цветника при создании. Где можно уже эти растения, которые у тебя составлены в отдельный небольшой твой собственный каталог, по этому участку расставить. Многие, кстати, рассчитывают на то, что в этом же саду будут жить дети, а дети, когда вырастают, им это становится неинтересно. Приехали в наш магазин, накупили все, что нам нравится, а теперь мы думаем, куда это деть. В любом случае нужно, чтобы картинка в тех местах, где вы часто бываете, была красивой. Заимствованный ландшафт и так называемый гений места. Насколько вообще важно руководствоваться тем, что растет у тебя вокруг участка, что растет у соседей, что растет за забором? Или, в принципе, это можно игнорировать, если мы хотим создать свой угол, который будет контрастировать? Или это все-таки неудачная идея изначально? Мне кажется, что не учитывать того, что вокруг нельзя, как окружающую природу, в том числе и очертания растений местной флоры, так и то, что у вас на участке находится, где у соседей находится. Потому что это бывают самые разные ситуации. Некоторые виды красивы, другие виды, наоборот, не очень красивы. И все-таки эстетическая составляющая должна влиять на это. Мне кажется, опять же, ассортимент растений. Понятно, что если вы используете растения местной флоры или виды, которые достаточно устойчивы в вашем регионе, то есть если не заниматься никаким приближением даже к банановодству, то тогда просто уход со садом будет проще. Я могу сказать, какой рецепт я использую для себя. Может быть, он не самый удачный, но мне интересен процесс, а не результат. И любой сад, кстати говоря, у нас рассматривается. Мы делаем проект, сдаем проект, строим сад, сдаем сад. Дальше идет уход или он не идет. Делается самостоятельно. То есть это получается, какая-то этапность и закончилась. И на самом деле, когда вы имеете дело с живой природой, это динамический процесс. И, может быть, на своем участке вам стоит пробовать. Наверное, нужно как-то, если мы говорим о частном саду, который люди хотят сами развивать, то, наверное, для начала им нужно понять, что и где они будут делать. Может быть, даже в первый год просто походить, посмотреть, почувствовать, что они хотят. Не торопиться, принимать решение и скорее посадить все. Если они это будут делать сами, то, наверное, да. А если они пригласят ландшафтного архитектора или ландшафтного дизайнера, то, возможно, он может сильно ускорить этот процесс, просто обсуждая какие-то... Я не очень нравится слово «жизненный сценарий», но, наверное, это будет оправдано в данной ситуации. То есть, как вы планируете жить, как вы хотите жить. Живете вы здесь круглый год или только летом? Сколько у вас в семье детей? Есть ли собаки, кошки? Какие у вас собаки? Нужно ли вам там... Ну, вот, играй, какие вы игры спортивные играете? Много ли к вам приходят гостей? Или вы здесь живете вдвоем, вчетвером? И так далее. Это все-все-все определяет. Более новые тенденции — это попытки создать устойчивые сообщества. Более того, они отличаются в разном климате. Скажем, для Польши это будет один набор растений, и такие подборы семян луговых растений есть. Для Германии это будут другие, для Англии — третья, для Испании — четвертая. И почти наверняка для России таких вариантов тоже будет много. Только у нас пока это не стало общим местом. И такие вещи, я знаю, что делают некоторые люди, действительно подбирают сообщества. Но это довольно эксклюзивные вещи. То есть вы не можете просто пойти и купить готовые набор семян для вашего луга в Ленинградской области на песчаных почвах. К сожалению, таких вариантов пока нет. Это все более-менее вещи, которые делаются вручную. В отличие от Европы. То есть вот этот дизайн с растениями у нас пока, скорее всего, понимается как дизайн посадок цветников из многолетников. Та самая новая волна, какие-то сообщества луговых трав. Но это, конечно, самая интересная тематика, потому что действительно попытка создать устойчивое сообщество или попытка их сымитировать делается очень давно, с разным успехом. Но единственное, что нужно знать о любом саду, даже если вы делаете сообщество, которое полностью соответствует представлениям о том, как эти сообщества должны жить в данном регионе. Ну, условно говоря, вам нужно сделать лук. И вы его делаете, но этот лук даже в природе никогда не будет постоянным. Это всегда какая-то сезонная динамика. Всегда происходит смена ассортимента, смена видов. И в любой сад это что-то динамическое. И в своем саду, наверное, можно действительно подходить с той стороны, что вот вы чего-то сделали и посмотрели, а потом сделали еще что-то. Но надо понимать, если угодно, цену того, что вы делаете. Если вы сажаете дерево, то пересаживать дерево каждые три года, особенно если это достаточно крупный саженец, вы не будете. Оно просто нормально не укоренится и будет постоянно выглядеть плохо, если не погибнет. Поэтому, наверное, осторожнее всего нужно сажать деревья, понимая их размер через 10 лет, через 30 лет. Потому что даже если на этом участке будут жить другие люди, это дерево, скорее всего, все равно может прожить больше, чем любой человек. И большинство зданий, особенно деревянных. Поэтому вот это вот то, что нужно очень серьезно продумывать. Кустарниками чуть проще. Они тоже могут быть долгоживущими. Те же сирени со стволами по 50 лет. Не редкость в нашем городе. Старые гряжистые стволы сирени, я думаю, все прекрасно видели. Прекрасно. Да, они очень красивые, очень эстетичные. С другой стороны, большая часть кустарников позволяет обходиться с собой проще. Их часто можно пересадить, их можно выкопать и выкинуть, если они не нужны. И так далее. Здесь чуть-чуть позже. Цена ошибки чуть ниже. Если вы сажаете многолетники, цена ошибки еще ниже. Потому что даже долгоживущие многолетники, такие как хосты и пионы, их всегда можно пересадить в сезон. И они прекрасно пересадятся, их можно разделить и так далее. То есть здесь надо понимать, что вот, видимо, основная структура в растительном дизайне – это деревья. Потому что вот здесь это вещь, которая должна сажаться, ну, на века. Кустарники чуть-чуть более динамическая система. Многолетники еще более динамическая система. Но и самое простое – это посеять пресловутый мавританский газон или посадить летники. Вот у вас на один сезон эта красота побыла, и вы поменяли, на следующий год сделали что-то другое. Здесь еще важно что отметить. За последние, наверное, лет 30 произошло изменение эстетики. То есть если раньше действительно цветок должен был быть большим и красным, то сегодня, ну, опять же, это началось в популярности в массах, конечно, началось с питаудульфа. Потому что такие попытки использовать растения природного облика предпринимались очень давно. И, скажем, в Германии существует своя школа, которую Карл Форстер и, по-моему, Герхард Аренс еще. В 30-е годы 20-го века они активно занимались селекцией природных растений. Вот этот знаменитый вейник Карл Форстер, а стильба Аренса, я думаю, что все садоводы знают эти названия. И в Германии действительно существует школа работы с многолетниками, которая существовала вне. Существовала до и, видимо, будет существовать после того, как миру стал известен Петт Удальф, который, в общем-то, при том, что он сделал очень много, и он очень талантливый дизайнер, и садовод, и архитектор, он все-таки, все-таки видно, что он опирается на традиции голландской школы ваншафтной архитектуры. В России так получилось, что у нас в весь 20-й век не было никакой традиции частного садоводства, практически, кроме дач. Хотя дача – это, в принципе, русский стиль, вот такой слегка заросший участок, сирени, яблони, флоксы, маки. Это же, в принципе, растения, которые… Это классическая на фоне забора, которую писали все русские художники, практически. Везде можно встретить этот сюжет. Сныть – красивое растение, у него есть недостатки, она аллергенна, это большинство растений – аллергены, да. Но, конечно, это страшный агрессор, это прекрасное растение, которое в каких-то ситуациях будет незаменимым, потому что оно неубиваемое и прекрасно растет. Если у вас лесной участок, то, ради бога, пусть хоть там сныть растет, если не растет ничего остального. Сейчас активно пытаются все равно внедрять вот эти зонтики. Есть же масса альтернатив, там купырь, грубо говоря, валерьяна, дудник, морковка. Есть же декоративная дикая морковка, которая прекрасно зонтика отращивает. Ну, это как часть формы, да, то есть какие-то растения в цветнике, которые создают какое-то настроение, создают какие-то формы. Это долгая история, это действительно вопрос того, как вы это все видите и как вы это все комбинируете. Потому что есть два подхода. Есть подход экологический, когда вы создаете посадки из растений из одной климатической зоны, из одних условий почвенных, увлажнений, освещения, которые в природе обитают вместе. И совсем другое, когда вы пытаетесь посадить рядом растения, с которыми абсолютно противоположны требования к условиям обитания. Ну, будем честны сами с собой, как правило, мы пытаемся что-то где-то скопировать, грубо говоря. Даже у ландшафтных дизайнеров существует такой термин, как насмотренность. То есть, это большое количество садов, которые посетили дизайнеры, посмотрели. Не то, чтобы они там что-то вот украли и скопировали, но чем больше ты смотришь этих садов, тем больше формируется твой вкус и понятие об эстетике. Что с чем можно сочетать, как это все можно, где посадить. Вот поэтому я все-таки хочу спросить тебя, может быть, ты подкинешь нам, в связи с тем, что мы не можем путешествовать по всем садам и эту насмотренность нажить своим опытом. Но где-то мы можем что-то в интернете, например, посмотреть, загуглив Петагудольфа, это понятно. Какие еще фамилии, я сейчас прямо пальцы буду загибать, нам может назвать знаменитых дизайнеров, у которых мы можем подглядеть какие-то идеи для нашего сада. Мне кажется, что имеет смысл, наверное, насмотренность начинать с того, что просто даже смотреть выставочные сады. Потому что есть выставочные сады, такие как шоу в Челси, которые рассчитаны на неделю-две-две, а есть выставочные сады, которые формируются и работают годами. Тот же знаменитый нидерландский апельтерн, где сады действительно существуют годами. И вот это как базовый материал, как то, что, как правило, многие дизайнеры там пытаются показать, на что они способны, хотя не всегда это функционально в частном саду. Имен очень много. Так, Челси, выставка в Челси, это можно нагуглить и посмотреть. Да, но надо понимать, что выставка в Челси, это выставка, к которой растения специально готовятся и выращиваются. Там может одновременно цвести то, что в норме должно цвести, может цвести в июне и в сентябре. То есть, это все специально выращивается в теплицах и составляется для создания картинки. Это тот самый от кутюр, который невозможно пользоваться в обычной жизни. Сады Луары, ой, нет. Про апельтер ты говорил. Да. Второй, вот это более ближе к реальной жизни, это голландский апельтерн. Там небольшие сады, конечно, рассчитаны на площади голландских участков, но какие-то решения там можно подсмотреть. И очень много фотографий в интернете. Потом есть еще французская садовая выставка, где сады создаются весной, все лето они функционируют и потом уже разбираются. И здесь действительно сады уже, которые, пускай они выставочные, пускай это тоже от кутюр, но это ближе к жизни, чем Челси. И я думаю, просто смотря на имена этих дизайнеров и ландшафтных компаний, можно после этого уже что-то искать для себя. Еще довольно интересный вариант, это премия Американской ассоциации ландшафтных архитекторов. Там есть тоже частные сады, правда, далеко не всегда эти частные сады ограничиваются несколькими сотками. Но там тоже можно найти интересное решение. И это все есть в интернете, это все можно нагуглить. А имена? Я не хочу сейчас озвучивать большое количество имен, потому что... Это надо действительно мне сесть и вспомнить. Подумать над тем, кого бы я хотел в этот... Кто достойный. Нет, достойных очень много людей. Просто у нас конкретная задача, у нас небольшой участок, у нас условные 15 соток, которые человек поставил дом, построил дом и хочет сделать красиво. А то, что делают дизайнеры, особенно известные. Как правило, их бюджеты не сопоставимы с бюджетом среднего человека. Можно было сказать, езжайте в Петергоф и посмотрите. Петергоф нам на даче, так сказать, не то чтобы даже не нужен, но это просто нереально реализовать. В силу того, что у нас 6-12, максимум 20 соток. Мало у кого больше. Я думаю, что знаете, на самом деле, что можно посмотреть? Это мы можем увидеть своими глазами. Это съездить на старые дачные сады. Посмотреть, как выглядят старые дачи. Мне кажется, что это тот самый русский стиль частного сада, который действительно существует. А заборы старых дач, как правило, прозрачны. Вы это все увидите с улиц, вам не нужно ходить внутрь. Я уже давно не видел, к сожалению, вид таких старых дач. Все обнесено уже такими стенами и выкуплено людьми. Если оно выкуплено, то да. Это не то, что нужно смотреть. Потому что мне кажется, что дачный стиль, вот эта условная старая дача, может быть, это 6 соток, может быть, это 15 соток, может быть, это дача какого-нибудь деятеля культуры или ученого. Все это еще есть. И все это можно увидеть, даже если вы просто гуляете по Репино или Сестровецкую, вы это увидите. Это не всегда объяснено заборами. Это старые дачи, новые, да. Новые это каменные заборы высотой 2 метра и так далее. То есть, есть еще такие. Мне кажется, что это та эстетика, которая, с одной стороны, требует минимум ухода, потому что оно все само растет, потому что оно запущенное. И вот эта запущенность, с одной стороны, соответствует новейшим тенденциям в ландшафтном дизайне, а с другой стороны, она достаточно красива, потому что эта неухоженность, она вполне благородная. Это как, я не знаю, старый металл красивый, какой-то старая скаменная кладка, где видны выщербленные кирпича или камни. То есть, это то, что само по себе ценно и позволяет создавать более расслабленную обстановку. Даже какие-то газоны, которые вы косите раз в 2 недели триммером, а не кладете рулоном и косите раз в неделю, ставите систему автополива и трясетесь над каждым рыжим пятном. Это совершенно иной уровень комфорта и уровень расслабленности. И, в общем-то, это из той же серии, что современная одежда, которая часто пытается быть в дырках, которые, ну, представьте себе, вот я помню, я когда впервые в начале нулевых годов увидел в Европе вот эту моду на джинсы в дырках, с дырками для меня, это было некоторым шоком. А сейчас... Стиль гранж был такой. Да, и мы тогда обсуждали с людьми, которыми я был в поездке, и никто из нас не думал, что в России, где, в общем-то, нет вылизанности Европы, люди начнут это носить. Тем не менее, посмотрите на магазин. Слушай, ну и потом это, опять же, таким устойчивый биоциноз, скажем так. Он устойчивый, да. Проверенный годами уже. Агроциноз вполне устойчивый, да. Даже если у вас там будет где-то снык свистеть, это такой сад не испортит. Конечно, нужно отследить, чтобы снык была отделена от нежных растений, которых она может забить, но кустарники она уже не испортит. Это действительно просто. То есть, помимо того, что это красиво, это еще и легкоуходно, потенциально. Это красиво, это современно. Это наши садовые традиции, которые действительно наши, которые не заимствуют садку, вот это быт не было. И мне кажется, что это, в общем, сплошной вин-вин. Прекрасно. Я надеюсь, что вы сегодня услышали достаточно много полезной информации. Ведь мне очень понравилось с тобой беседовать. Я надеюсь, что ты нам подготовишь еще какого-то интересного материала. Потому что по ландшафтному дизайну, несмотря на то, что сейчас стало появляться достаточно много роликов, но все они какие-то лично мои запросы не удовлетворяющие. Думаю, что и у зрителей есть куча вопросов, которые они нам, кстати, я надеюсь, оставят в комментариях. А ты подумай, о чем мы можем еще рассказать. Хорошо, обязательно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!